так всем привет вы на моем канале вязание сегодня начинаю снимать снова вязальный влог планирую выпустить выходные и у меня было время когда я снимала знаете стабильно рабочая неделя вязальный влог большой да прям большой я хочу сейчас тоже вернуться к большим влогом и потом выходные тоже снимала за выходные но я тогда без выходных я тогда без выходных работала а сейчас я уже так себя не носила это действительно не есть хорошо но так случается что вот последние три выходных три пара выходных да и суббота с ней рабочие поэтому было что показывать в эти выходные похоже меня тоже не пронесет но я однозначно буду вязать потому что у нас настоящая зима снега по колено у меня никаких срочных дел я скорее всего вытяну ноги вот так вот кружками ставлюсь чаем и кофем и буду продвигать свои процессы и уже даже приблизительно представляю что выходные буду вязать но до выходных еще очень далеко сегодня только понедельник поэтому давайте вы вместе с вами будем планировать нашу рабочую неделю на самом деле это неделя будет атас если все пойдет так как идет правда уже 11 часов не могла обработать видео да то есть его смонтировала оставлю на визуализацию и у меня вылетает редактор и так четыре раза подряд и я уже начинаю ну начала нервничать думаю ну не хватало да то есть чё за как то в общем за божьей помощью все случилось видео загружается на канал уже обрабатывается но это заняло время час времени у меня ушел на то чтобы просто это оживить редактор давай работать вот значит на этой неделе я честно говоря в предвкушении потому что у меня уже ну бабки не ходи да и как говорится закончится плечевое изделие и как минимум одно плечевое начнется следующее но я думаю что даже начнется 2 посмотрим как как пойдет да потому что я вот думала что я ввяжусь в неделю стартов она мне не вписывается мои рабочие планы к сожалению так что ну как есть значит первое давайте мы так первое что я сделаю прямо сейчас это соберу зайца да потому что на выходных я его полностью взяла мне осталось пришить голову я могла это успеть сделать вчера но это нужно делать за столом выходные я стараюсь к компьютеру по работе подходить просто минимально да потому что хватает и в рабочие дни подхожу только там финансы свои забить да потому что я веду финансовую таблицу это очень классная штука всем советую кто не знает куда девается деньги куда деньги утекают это очень удобно контролировать видеть куда у тебя знаете бывает вот у меня тоже такое было вроде по мелочи да там приходишь какой-нибудь магазин там вкусняшка лишняя там вкусняшка лишняя там книги не знаю ручка лишняя там просто потому что красиво не здорово когда есть возможность все это покупатель потом в конце перед зарплатой не чувство да но вот когда есть такие моменты когда ты не понимаешь куда деньги деваются начинаешь анализировать и потом проходит месяц ты смотришь ничего себе там мелочи то какие-то в какую потом в туре сумму вылились и потом допустим понимаешь у тебя именно этой суммы не хватило всего было хорошо я такую в таблицу веду уже с даст бог памяти господи наверное шестнадцатого года у меня был период когда просто физически не успевала за всем 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 да то есть это чеки я разношу ну вот сейчас с этого года ну я и в том году старалась вести в этом году вот прям с первого числа все 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 каждый 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 каждое утро или перед сном или уже утром рано сажусь прежде чем что-то начать делать да за вчерашний день все разношу все расходы дохода что там где упала пропала вот очень удобно так значит к чему я это все вообще начало про то что компьютера не подхожу дам соответственно не перехожу сюда за стол а сижу там в гостиной за в зале да мелкие играет я там на диванчике в уголочке сижу гоняю опять же жидкости горячие и что-то пытаясь ковырять вот таким образом я вчера наковыряла еще это 6 или 7 сантиметров в шапочке но по идее да хотелось бы сказать что кстати если вы вдруг не заметили это реально тот же цвет только этот вид ну то есть это это и то и то ализе это альпака твит но бог его знает какой-то цвет я честно перестала собирать этикетки когда мы переезжали и у меня получилось две коробки из подобных лишних чисто бумаги мы просто это все выбросили в ящик с амкулатурой в конце концов можно записывать и в конце концов можно найти эти бумажки да то есть ни разу они мне потом так вот прям не пригодились и этому кардигану уже сколько лет уже получается где-то больше двух в декабре 2021 года я переехала и кардиган у меня уже был мне кажется ему три будет где-то в середине весны слушайте ну я его обожаю я сто процентов буду еще один вязать единственное что он конечно ну подскатался но в целом я стираю в машинке и очень им доволен он очень теплый было время когда дома было ужасно холодно я в нем даже спала вот ну вот нашу регулярно надо взять уже следующее на смену да потому что это тоже потихоньку перец ну сам по себе перешел в разряд домашний хотя я не скажу что он плохо выглядит что-то нужно еще такое базового цвета у меня и пряжи вроде бы есть но пока рук еще дополнительных нет вот на этот кстати кардиган есть на канале бесплатный мастер-класс здесь на ютубе что-то мне рука далеко тянутся о вот так спасибо там вот такая планочка думаю дай-ка я хвостанусь но никто чтобы хвостанусь а вдруг вы такую вот даже руки под пуговицы есть вот такая планка до с обработкой края в карман не цель навязанная да если вы вдруг хотите можно и цель навязана почему нет все можно вот такая планочка то есть здесь край кромочная спрятана вот в этот хвостик это все в мастер-классе есть ссылку я вам оставлю сегодня да это тоже у меня задача на этот год прятать кончики вчера смотрела видео лены с канала ларишка и она там говорила цели на этот год да такие не конкретно вязание некоторых проектов а именно снимать видео регулярно готовых работах я такая привет лена потом кончики сразу прятать здравствуйте еще раз как это у нас синхронизация произошла в том числе вести у меня до это тетрадочку с готовыми работами я вот все пока что исправно записываю единственно что нету расхода пока что и не все цвета но я прям к видео о готовых работах подготовились основательно сяду выделю на это время и обязательно это сделал значит шапка она началась ну просто потому что во первых я ее озвучила в планах не обязательных планах а вот дополнительных типа будет время там где-нибудь когда не будет будут руки свободная а я ж не люблю этого дела вы знаете и вот у меня в субботу была такая история на подушке я уже вывязала все что просто прямыми рядами надо было ввязывать эту интарсию блин даже если честно язык не поворачивается так сказать слишком громко там для интарсии это звучит и было вот эти вы час времени клубочки уже были перемотаны учись сижу надо начать шапку вот пусть будет я потом эти шапки выставлю на продажу у себя в инстаграме и в телеграме и авось и денежку заработаю да на свою будущую квартиру мечты поэтому шапка на этой неделе она она просто вот здесь будет лежать иногда и если у меня будет как и в субботу лишние свободное там пару минут вот я сегодня пол ряда провязала две минуты года подъема детей я бухгалтерию свою разнесла смотри 756 58 думаю чё я повяжу две минуты вот поэтому шапка ну если получится будет вязаться значит давайте-ка мы нет сказать давайте мы разнесем план но нет не будем этого делать там там не такой формат что абы как написать значит шапка заяц шапка по ходу по по направлению короче вы поняли да как получится заяц конечно же обязательно собрать и вообще на этой неделе мне бы неплохо подумать над упаковкой моих заказов потому что я их отправляю просто упакованы в плотные пакеты так чтобы они там не намокли не вы не вымазались не дай бог по пути и естественно коробка да вот это которая почтовая вот мне бы очень хотелось упаковывать это красиво да вот с этими всякими там открыточками и открыточек у меня хватает это еще очень давно покупала и вот это вот как это называется нарезанная бумага и красивая бумага но я же деньги собираю ну то есть и знать бы во первых где купить так чтобы недорого да может вы мне подскажете в инстаграме можете мне написать и ну короче вот еще пока я до этого не доросла и было бы у меня цель перейти на вязание на заказ да вот прям конкретно я бы наверное этим вопросом занялась короче еще подумаю да то есть вот у меня будет время я подумаю вот отправить заказы на этой неделе и естественно я вас заманаю этим джемпером но чем больше я буду вам об этом говорить тем больше я буду сама себя этим раздражать и быстрее его закончу сегодня я к бабке не ходи начну его заканчивать сто процентов значит у меня готовы я показывал в прошлом видео оба рукава до определенного момента то есть вырезана помотку там не хватает буквально по 20 рядов это вообще ерунда работы но у меня самая основная работа это перед значит мне нужно что сделать мне нужно нарисовать схему схему вывязывание узора на горловине то есть это самое это самое объемное что нужно здесь сделать тут уже вот и маркеры расставлены но здесь мне придется под распустить потому что вот здесь а зачем распускать алина зачем нам это дело распускать так стопы вот у нас центр выделен да вот тут я почему-то уже решила переплетение не делать хотя бы здесь еще в пейс а будет прямо на самом этом ну да такое себе зачем распускать подумала я если я все равно потом это все буду вязать короче у меня тут уже начатым начал я увязывать укороченные ряды чтобы сформировать закругление горловины у меня это все рассчитано то есть мне по факту просто вязать записывать что я делаю сделать поэтому графическую схему до чтобы потом каждый кто будет вязать по мастер-классу поэтому а он будет на бусте по базовой подписке которая стоит 200 рублей в месяц это будет видео мастер-класс подробнейшие я его как только закончу сяду сразу же монтировать и буду загружать и возможно даже будут загружать частями чтобы чтобы это не было потом одним огромным видео да то что скорее всего на пусть она не влезет вот и потом получается что вторую сторону я уже хочу провязать ну скажем так на камеру основные моменты да то есть но все равно графическая схема это конечно очень удобная штука но для тех кто умеет ими пользоваться не все умеют и нормально да даже бывает знаете сколько было случаев когда схема возможно нарисовано как-то не совсем понятно плюс я рисую схемы в бесплатном вот этом конструкторе схем да и там условное обозначение допустим не все есть некоторые условное обозначение я как бы беру просто ну для своего обозначения а потом уже в это условное обозначение условно условно вкладываю свой смысл да то есть это тоже нужно будет объяснить и вот когда я это дело свяжу а тут блин ерунда работать нам по моему 40 рядов что ли рапорт 20 уже не вспомню конечно ну то есть где-то вот столько вообще это просто чаю попить для меня вот и потом все это дело я сразу же стираю спинку же стирать не буду на постиранное сразу же сшивая рукава там уже как как пойдет уже пойдет так пойдет да там сшить рукава набрать петли на горловину быстренько если закрыть сюда показать и потом с рукавчиком то есть понятно что я полностью сегодня джемпера не закончу но если я сегодня сяду и вот эту часть свяжу и зарисую я буду просто гордиться собой как птица аром вот это вы меня поняли да но вообще в цель в целом да у меня есть план закончить это истелья полностью на этой неделе как это было в чем на прошлой неделе но в эту неделю я уже больше верю так дальше из планов на эту неделю обязательных значит я должна начать вязать свитер у меня тут уже почти вся пряжа перед до перемотана я заказывала на заказ это будет свитер 466 цвет ализова на голод классическая заказала на вальдерис по очень привлекательные мне как мне показалось цене это полушерсть 49 процентов шерсти 51 процент акрила спицы рекомендуют нам тут 46 я буду вязать на спицах номер 5 тело 4 резинку на манжетах и на горловине по низу я резинку не меняю смысле спицы не меняю вот я взяла упаковку я вязала перед новым годом свитер на заказ боже я такой я не могу передать словами какой-то кайф знать что твой свитер носится каждый божий день я у меня даже бывает до слез просто может быть такого кайфа я еще никогда и не получал я не знаю почему это ну ладно не об этом короче это кайфово вот и заказ да вот это будет скажем так вот это я сделаю пока буду это монтировать вот это буду по вечерам вязать днем по вечерам и поэтому я тоже буду снимать мастер-класс на пусть он будет следующим значит это будет реглан сверху вниз с высокой горловиной анатомически будет конечно же просто лицевая гладь потому что такой заказ и потом еще попутно когда от этого свяжу горловину реглан выйду на вязание тела то есть когда у меня уже начнется в просто вниз лицевая гладь я тоже начну взять следующий свитер по которому я уже буду писать описание да то есть рассчитаю на все размеры где-то я думаю до ну пока что в мыслях до 64 до 64 но я буду делать универсальное описание то есть размер и соответственно будет прописана ширина свитера максимальная так что потому что вот это вот вот эта сетка ей богу я сама не знаю где найти скажем так самую достоверную информацию где ж когда ж там какой объем груди соответствует тому же 56 размеру потому что где не посмотрят что везде по разному то есть я там конечно сделаю условно но ориентироваться все равно проще и правильнее считаю на сантиметр поэтому как только я вот здесь выйду на прямое вязание да чтобы у меня рабочее время не пропадало я начну вязать цветы следующий свитер тоже будет мужской и он будет вот из такой ланы голд я это уже тут уже перематываю я знаю что вы любите мои красивые колобочки на некоторых то прям бесит ничего страшного когда вас что-то бесит это значит что-то у вас не то подумайте проработать этот момент и станет жить проще значит потому же я буду делать фотографии но там фотографии сильно много не будет да там соединить в круг как прибавки развороты то есть там больше расчеты но это уже как бы нормуль значит вот этот свитер я бы хотела на этой неделе закончите конечно ну это такое сообщение спать но максимально продвинуть если бы не джемпер бордовый я бы ставила себе цель закончить его полностью но я думаю что с телом я справлюсь то есть рукава останутся на следующую неделю это плохо потому что я тогда уже не вписываюсь в свои планы и помимо этого вот такая неадекватная я еще хочу я не только хочу я это сделаю обязательно я начну вязать носочки я хочу выпустить описание в начале февраля у меня в голове есть несколько идей я еще пока до сих пор не определилась все пыталась определиться пока не начала потом поняла что не получится у меня так я могу только на месте определиться значит я в планах заявляла вот такую пряжу ализе супер вошком ford socks и это у меня цвет номер 01 значит это будут носочки по ним будет описание конечно же она будет платная и мне нужно на этой неделе связать один носок чтобы потом быстренько по нему составить описание сделать съемки все включить и отдать в тест да потому что будет тестовая группа обязательно и все бы ничего то есть ну вроде бы как бы неплохо да тут вот еще шапочка фигурирует где-то там иногда она будет наверное не знаю в маршрутке допустим на я же поеду заказа править вроде бы как бы не страшно но я показывала в влоге выходного дня готовую работу подушечку такую это был срочный заказ в четверг вечером мне поступил нужно было воскресенье закончить но я успела раньше даже вот и мне потом воскресенье забрали заказ девушка забрала и потом спустя там какое-то время написала что просто бомба нужно срочно еще одна такая подушка поэтому к этому всему еще добавляется еще подушка я не полезу сейчас доставать пряжу он там у меня янард дольче 855 цвет белые рожки и сливочное тело мне получается нужно буду еще пряжу докупить что мне вот этой рыженькой тыквенной я не знаю как этот цвет называется точно не хватит вот поэтому у меня получается два процесса и три будет новых процесса а потому что подушку я бы конечно хотела на этой неделе тоже сделать и отдать и у меня в принципе на следующую неделю все нормально на самом деле остается серый свитер максимально и носочки лицевой гладью шапочка резинкой и два новых процесса которые я планировала что перетекут февраль то есть вроде пока все неплохо я конечно подустала уже но я хотя бы понимаю или чего это дело да то есть я прям вот хочу чтобы у меня там и подписчики платные на бусте начали подписываться давние с цели хочу 2000 платных подписчиков в этом году привлечь на пусть и за год ну чем быстрее конечно тем лучше вот это все не просто так это все для ну я не то что там оправдываясь я просто рассказываю до что у меня все вот эти цели они это как бы есть одна большая цель как мы можем не достичь нам нужно здесь 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 вот и вот одно из этого это вот платные подписчики на бусте соответственно для этого надо работать и регулярно выпускать мастер-классы вот и не то чтобы приходите давайте там подписывайтесь а я ничего не буду делать не такого не будет вот значит сегодня плавно на сегодня какие у нас не плана джемпер свитера я сегодня не начну но может быть только если я сниму как замкнуть в круг да вот этот кусочек чтобы потом вечером все из-за вязания горловины надо еще один клубок перемотать потому что свитера на заказ соответственно денежка до соответственно то что нам нужно значит шить зайца поработать джемпером в рабочее время сколько успеется шапка пока полежит она как бы продаста не продаста кто ее знает тут положим пока что и начнем наверное носки вечером но если вдруг я там не буду с носками вечером успеешь что-то начнем завтра узнаем я пока не знаю все вот так сумбурно как обычно до завтра так всем привет давайте мы сегодня без верхнего света чуть-чуть не галит болова вот уже который день галит болова и что-то ничего не помогает наверное что-то не то короче не знаю может быть из-за того чтобы погода что видите даже вот разговариваю не очень погода переменчивая температура скачет слушайте ну просто вот эти я смотрю не только у нас такая ерунда да то есть это прям везде такое поголовно сегодня минус 20 завтра плюс 1 и туда-сюда и у меня реально просто плюс еще свои какие-то моменты накладываются реально головная боль регулярная но это ж не значит что мы не будем работать единственное что у меня очень сильно поменялись ну как для меня это значимо на то есть у меня очень сильно поменялись планы и мы давайте начнем именно с этих изменений или все-таки включить свет лыжи короче поменялись планы в каком плане план каком плане поменялись вас алина сегодня у нас уже среда то есть я пропустила вчерашнее подключение и мои продвижения за эти два дня они такие довольно скромные все потому что я просидела все все свободное время вот которое не вязала я просидела в компьютере что я делала я во-первых ну еще часть времени я там с расчетами просидела с этим бордовым этим джемпером я его даже показывать сегодня не буду вам там есть продвижение я знаете что сделал я распустила вот эти укороченные ряды которые были вывязаны немножечко да для того чтобы оформить горловину уже сам вырез горловины да и что я поняла и по первых я нарисовала схему сначала я пыталась рисовать в интернете потом я поняла что в интернете я там не нашла где ее можно сохранить то есть это нельзя вот знаете вот сегодня поработал кнопочку сохранить нажал как файлики там каком-то своем в компьютере и завтра к этому моменту вернулся то есть можно оставить выключенным компьютером и надеяться на чудо потому что у меня тут все что угодно может против произойти на самом деле даже элементарно потухнет компьютер там не знаю свет пропадет да все все пойдет вся работа пойдет на смарку я так рисковать не могу я немножко поковырялась думаю рисовать на листе ну тоже да где я такой лист возьму и что потом буду с ними делать этим листом огромную с этой схемой сел нарисовать короче схему в экселе она конечно своеобразная но она очень читаемая там повезло что в этом джемпере нет никаких накидов ничего там лицевые изнаночные и перекрещивания до в разные стороны и как бы в принципе я нарисовала вот эту схему то есть все 190 по 6 у меня петель нас на переде все 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 эти петли я нарисовала схему разнесла то есть осталось только то есть прочерчить вот этот грязь горловины связать и вот тут я поняла что то что я сейчас вывяжу горловину не облегчит вам задачу мне и я сяду сейчас свяжу и все ну конечно я там тоже подумаю да покручу помочу буду записывать чтобы у меня потом вторая сторона симметрично получилось но это все равно не будет тот мастер-класс на котором можно поставить одну звездочку да и сказать что свяжет даже новичок потому что все равно придется подумать каждому кто будет делать расчеты почему так потому что у нас у всех разные размеры на спинке у нас одно количество петель и каждый под свою пряжу это все дело рассчитает напереди у нас другое количество петель за счет того что узор очень такой весь вкручен и мучен и да и там я количество петель знатно увеличила разница плюс 25 процентов да вот если прям понимать да пропорции и получается что эти петли же их же надо потом убавить чтобы плечи сошлись у нас до сверху и вот я нарисую эту горловину а дальше что ну горловину вы свяжете а плечи я могу нарисовать плечи но я же нарисую на своем количестве петель и меня эта мысль вчера просто из тапочек выбила думаю боже что же мне делать и я так и не поняла что мне делать единственный вариант которая придумала нет я могу конечно сесть и это все по петельно провязать объяснить объясните логику этих расчетов и как бы и в добрый путь да ну убежите кто хочет сообразит послушайте три раза если вдруг что-то непонятно то есть такой вариант тоже имеет место быть но не бы все-таки хотелось чтобы этот мастер-класс я реально могла сказать что не то чтобы прямо начинающий свяжет но что чуть-чуть усилий вы приложите и все это дело поймете рассчитайте и свяжите но вот это наверно впервые когда я прям ну не знаю как преподнести информацию впервые за все время что я снимаю мастер-классы и веду youtube мне такого еще ни разу не было и я прямо зависла и я вчера целый вечер об этом думала я все уже не знаю что мне делать и единственный вариант который я придумала это сделать поэтому джемперу дополнительно или может быть даже не дополнительно сделать по нему описание и вот эту вот эту переднюю часть джемпера просто сделать допустим четыре размера и на 4 на 4 размера сделать вот эту схему верха чтобы выбрать но опять же да это уже не не будет под любую пряжу хотя можно опять же так делать короче я до сих пор не знаю честно вот у меня масса вариантов как я могла бы это сделать и я не могу определиться какой из них самые оптимальные и время идет да я уже сегодня 17 января у меня еще просите два плечевых изделий в этом месяце которая должна начать и закончить и два плечевых которые я еще потом должна успеть начать и я и среди этих плечевых да вот эти которые начали я должна еще в этом месяце у меня еще два мастер-класса намечается и это два свитера два зимних две зимние вещи и в общем к чему я сегодня какому выводу я сегодня за завтраком пришла что самым наверное будет правильным способом отложить этот джемпер чуть на попозже потому что когда я планировала вязание в этом месяце я складывала в этот джемпер ну от силы четыре дня да это с монтажом совсем вместе просто я не ожидала что не подумала что вот может такая трудность до возникнуть с этим моментом и теперь я понимаю что мне это дело понадобится недельки две то есть мне надо будет недельки две усиленно сидеть за компьютером вырисовывать эти все съемки еще может быть и подумать как это как это может быть что еще более удобно я придумаю для нас всех да и я потом заложу на этот джемпер время вот две недели а на вечерние там моменты придумал какое-то лайтовое вязание те же шапочки буду пилить и все да то есть просто заложу больше времени не хочу чтобы все мои остальные планы уехали далеко и таким образом я джемпер бордовый как бы мне этого не хотелось я очень не хочу его закончить честно говоря я уже даже не думала утром психануть удалить все что на снято закончить джемпер постирать и и носить да и все ну то есть ничего вообще не выпускать но не совсем правильный вариант все таки уже потрачено сколько сил и времени поэтому я просто меняю местами да то есть я джемпер перекладываю переношу на марк потому что феврале у меня тоже все расписано и феврале я еще хочу выпустить мастер-класс на зимнюю вещь да мы еще кардиган с вами начнем вязать тоже буду мастер-класс снимать то есть сейчас у меня свитер потом у меня свитер с ранами и кардиган и там еще мужской свитер у нас будет а это джемпер он все-таки такой весенний летний вариант поэтому ничего страшного если в марте я с ним поработаю это наверное оно самое оптимальное решение как раз у меня будет время хорошенько подумать да что же я ну какой максимум информации в каком формате я могу вам дать поэтому мне прям честно стало легче я этот момент проговорила я джемпер брала с глаз ну как с глаз долу я его вижу конечно он в поле зрения но не на уровне глаз и теперь я могу спокойно рассказывать вам о своих продвижениях они не такие большие но все же есть поэтому давайте начнем первое что я покажу вам готовую работу это заяц сейчас мы его запишем записала уже записала в готовые работы января это зайка связан на заказ по моему описанию зайка с плюшка в инфобоксе есть ссылки все необходимые которые вообще могут только вам пригодится и нас и ссылочка на базовую подписку на 200 рублей на пусть и по которой вы получаете доступ ко всем видео мастер-классом я хочу напомнить что базовая подписка она дает доступ только к видео мастер-классом их там тоже много описанием я не 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 даю доступ на пусть и по подписке к описаниям потому что ну я не хочу даже объяснять просто потому что так будет всегда я уже раз попробовал это плохо закончилось при том что я знала что это закончится именно этим и ну как бы я попробовала убедилась в том что я была права и все и больше такого никогда не будет поэтому все текстовое описание можно только купить вот описание на зайку с плюшку можно купить ссылочку в инфобоксе я вам тоже оставлю как и на все другие мастер-классы когда спускаетесь под видео там целый ряд и по названию можно найти и сразу на ссылочку нажать перейти купить значит вы покупаете скачиваете и вяжите там очень подробное описание на 19 листов очень большое количество фотографий больше 120 или даже 130 я просто уже не помню вот и получается вот такой зайка с плюшкой это у меня янард дольче цвет я уже вам не скажу не помню вот у меня полностью готов пум 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 и поедет далеко поедет зайка выходные я поеду отправлять заказы в том числе и зайчишку что у меня еще осталось поскольку я брала упаковку так было бы генина вайлдбрисе взять упаковку у меня еще остался моточек и еще чуть-чуть да ну это не говорит о том что я тут же побегу докупать такой же цвет чтобы еще зайцев навязать просто потому что у меня даже нет времени физически на это я тут отлучилась на три минуты и пока отлучилась даже подумала о том что столько времени сколько потратила в январе на этот джемпер бордовый связав всего один и то не полностью рукав да и сколько времени ушло на вот это продумывание обдумывание рисование перекручивание пересчитывания я боже свитер связала честное слово вот очень жаль когда так происходит но к сожалению это такие моменты которые нельзя предугадать поэтому ну что остается ничего не остается и еще один не совсем приятный момент в моей работе на этой неделе это не запланированная опять такая вот не совсем приятная ситуация это то что я начала носочки ну теперь даже мне уже темно начала носочки вязать из пряжи ализе супервош комфортсорс этот цвет 01 вот не перемотала и вот такая вот висит значит я связала мысок перерисовала схему и уже взялась какая-то волосинка тут рыжая рано утром вязала под искусственным светом и не заметила прям вообще непонятно откуда значит я связала мысок и перешла на вязание узором этот узор у меня был предназначен для носков в закромах лежал ну по-моему года два если ну может быть не два но что-то такое да то есть это было прям очень давно такой симпатичный красивый ажурный узор и я прямо видела эти носки и вот я начала их вязать провязала практически два рапорта и поняла что мне вообще не нравится что получается то есть ну просто бе настолько насколько то есть пряжа там скорее больше узор наверно для каких-то бамбуковых составов или что-то с вискозой на носок вообще не ложилась но это же не значит что мы теперь отменяем идею выпустить описание нет ни в коем случае я попробую еще у меня там есть в закромах пару узорчиков если нет то значит будет жаккард потому что жаккардовые носки описание на жаккардовые носки в этом году я тоже планировала у меня вообще очень много больше желания да то есть я хочу в этом году попробовать и носки крючком выпустить два варианта и спицами и так и так короче буду буду стараться поэтому вот небольшое продвижение это просто начатая пара носков еще и тут понаводила прядки ну давайте сразу начатых процессов я нашла свои спицы сам набор конечно никуда не теряла но у меня в пропажах в без вести пропавших была записана пара спицы номер 4 из этого набора и вот я нашла на выходных и чему была очень рада и на радостях начала вязать все-таки свитер на заказ это было сегодня утром я как обычно знаете у меня вот есть немножко свободного времени утром если допустим раньше получилось встать раньше да если меня ребенок выпустил из плена то я встаю пораньше и хоть что-то успеваю ну вообще даже если малейшая дата 5 раз в неделю по малейшему даже если 15 минут по 20 то за 5 рабочих дней да это уже больше часа вот я начала вязать свитер на заказ набрала петли на горловину и перешла на вязание резинки 2 на 2 это будет мой сегодняшний план работы за из горловины чтобы дальше уже конкретно начинать мастер-класс до снимать и этот мастер-класс я буду выпускать довольно быстро частями то есть как только я посмотрю что у меня на собиралась на первую часть я сразу же монтирую сразу же на пусть и первую часть заливая я думаю что это случится в выходные вот поэтому начало положено дальше только вязать ну и вот теперь получается что хочешь не хочешь этот свитер мне кровь из носа надо максимально продвинуть на этой неделе и ну как бы пока что ну я думаю что у меня получится да то есть я буду стараться очень сильно то есть и выходные придется немножко поработать чего бы мне конечно очень не хотелось но уж так случилось на поэтому вот у меня уже 2 считается новый процесс я кстати в понедельник начала снимать видео спец за час как-то на таком как это сказать знаете на волне такого какого-то азарта что вот еще еще одно видео успею выпустить и потом поняла что у меня она вообще никак не вписывается мне приходится подкручивать планы под то чтобы выпустить видео среди недели чем я этого делать не хочу потом я вчера таки прогулялась правда на такси потому что у нас был жуткий снегопад вообще вчера непонятно что творилось на этой улице я сидела ждала когда успокоится во первых я отложила просто этот моток да и то есть я позвонила магазин спросил позвонила написала спросила если наличие еще это пряжа потому что ну естественно хотелось бы чтобы партия совпала и оказалось что есть всего один моточек остался я попросила чтобы не отложили вот я вчера забрала вот он то есть он уже почти связан теперь я хотя бы понимаю сколько пряжа у меня уходит значит подушечка да точно такая же подушечка как я вязала как я вязала выходные на заказ в общем мне нужно теперь еще одну такую связать и какой пока свяжу воспоминание потому что я честно говоря ничего не записывала дает мне приятно навела в столе теперь думаю где же рулетка вот 30 сантиметров получается ширина полотна значит я уже связала заднюю часть теперь я уже буду переходить на вязание передней части там где у меня увязывается вот это мордочка крючок номер 5 но в этот раз вижу адиком просто потому что тут не нашла короче кажется что-то пропустила значит что рожки передняя часть там рожки носик четыре лапки и ушки ушки самое такое вот из мелких деталей самый объемный кусок работы но и нос очень долго вышивался потому что вышивался как бы в два этапа сначала центральная часть а потом я уже дошивала вот эти пробелы вот и я уже говорила что когда показывала первую подушечку давайте напомню то как это выглядело когда показывала первую подушечку закончила показывала старшему сыну и он меня попросил точно такую же создать ему но конечно же для большого ребенка эта подушечка будет слишком маленькая 30 на 20 сколько она там получается в итоге 28 почти квадрат это маловато поэтому я решила купить на в адресе вот эти подушечки для декоративных наволочек решила что наверно оптимально будет 40 на 40 и соответственно буду когда для даниил уже взять подушку эту буду увеличивать и уже обязательно вот на ту подушечку которая 40 на 40 да допустим там 42 на 42 получится соответственно придется пересчитывать мордочку но это несложно и единственный момент который меня там немножко смущает то что глазки даже вот эти глазки которые оставила на первую но для меня они маловаты кажется других у меня просто нет вот те что я там максимально находила из таких которые защелкиваются по моему 20 были на вайлдерисе но даже этих будет очень мало если мы говорим уже про следующую третью подушку которая тоже будет совсем не скоро я думаю это тоже будет март то что у меня январь февраль уже полностью расписаны вот и уже на той подушечки я буду вышивать не вышивать а вязать глаза и потом их пришивать да то есть какие-то такие черные допустим глазки да потом белок вот беленький как-то так свяжусь ну чтобы было красиво почему-то хочет сказать по диснеевски но я надеюсь что так и будет да а пока села за заказ хочется на этой неделе его отдать и потому что опять же ну получается что вот это уже третья работа в этом месяце которая не была запланирована но в этом ну скажем так минус то вязание на заказ и то что приходится как-то вклиниваться или откладывать в конец очереди но тогда соответственно и движется то все гораздо меньше и не каждый заказчик готов столько ждать поэтому вот у меня процессы как сейчас на будут двигаться сама не знаю носки свитер и подушечка три новых процесса буквально вот за неделю я хочу эту корзину большую сейчас полностью адаптировать под свитер потому что пряжи много у меня вот эта моя коробка в которой я такая большая сиреневая коробка в которую я складываю пряжу для планов на вязание там в определенном месяце и и немножко подташнивает я клубочки в основном все перемотала они стали круглые неудобные и я хочу уже все для свитера большую корзину а там посмотреть что получается и еще я сегодня шапочка да вот еще у меня мне так нравится сейчас все мои процессы то ли от того что они все новые и я уверена что я их очень быстро закончу то ли от чего-то другого так дольче 855 это вот этот пиквин он в интернете я почитала называется но я не знаю насколько этот цвет и еще почему здесь лежит вот эта пряжа значит я сегодня наводила прядки на своем стеллаже я уже говорила что я хочу старый большой не старый большой стеллаж разобрать в нем нет такой необходимости сейчас я его хочу разобрать и вообще пустить на дело я из него хочу сделать кровать вот соответственно мне нужны остатки пряжи ну как остатки еще какую-то часть из того что осталось на большом стеллаже переместить на маленькие стеллажи я вот сегодня пыталась как-то порядке наводить чтобы хотя бы чуть-чуть полочки еще освободились у меня немножко получилось конечно и значит у меня там наверху стояла такая пластиковая коробка и мне лежали молды для заливки эпоксидной смолой их надо вообще выставить на продажу за какие-нибудь там небольшие деньги потому что ну лежит пропадает и там же в этой коробке лежала пряжа которого говорится опасно трогать но я ее увидела и подумала чтоб она так давно у меня лежит то что надо ее пустить в дело значит это у меня сиам так сиам здесь 25 грамм 550 метров 64 процента вискоза 36 процентов метанита цвет 960 это пряжа однозначно приходила мне из пряжи су я прям уверена она называется люрик слэйм 550 300 лет и его бед эти даже этикетка пылью покрылась вот и вот тут такая каша-малаша я вообще если честно не знаю а как с этим работа о том кончик я вижу наверное это нужно перемотать в клубок конечно вряд ли получится но на какую-нибудь типа на бумажечку намотать потому что как по-другому вязать я не знаю и что я подумала во первых я очень давно не вязала ничего блестящего последний раз это был синий джемпер знаку колико настолько давно что я даже не помню пайетки были в джемпере или я их добавляла по ходу я их добавляла вообще есть знак у колико с пайетками или нет не помню и я хочу вот эту цветную нить она тут реально цветная получается розовый голубой золотистый и внутри что-то беленькое я хочу ее пустить в шапку в вязание шапки но пока еще ну то есть соединить даст какой-нибудь мериносовой нитью получится блестящая шапка но пока еще не поняла с каким цветом я хочу это соединить вот здесь бы было здорово да чтоб какой-то из цветов сочетался с самим цветом пряжи но распускать я уже конечно не буду но тут бы точно было классно вот короче увидела знаете как-то сорока да и сразу захотелось ну вот опасно конечно вот так это все делать попробуем осторожно переложить пока что это так чисто баловство моё и еще я хочу вам показать новую пряжу которая пришла я заказала на вайлдберрис 20 это нового мериноса для меня это янарт мерино империал империал мерино сто процентов написано extra fine мерино вулл 50 грамм 100 метров это у меня цвет 33 23 на самом деле получилось на вайлдберрис самая выгодная цена в наших интернет-магазинах белорусских да я посмотрела она прям столько же и стоит и плюс еще за доставку заплатит а там ну то есть даже и не выгодно получится вот я на разбирсе дела два моточка на пробу было правда еще два салатовых но почему-то салатовые в пути потерялись и потом вообще заказ у меня из списка доставок исчез я первый раз честно с таким столкнулась не поняла сразу что произошло вот а потом смотрю что в покупках да вот эта история покупок там смотрю этот меринос он такой был ярко сладом написано отменен ну отмененный отменен не знаю как там произошло при том что ну то есть это не то что там я заказала и продавец обнарушил что нету но там двигалась правда до какого-то склада доехала и потом ушло в закат вот в общем такой классный цвет мне кстати очень понравился я именно такой цвет и хотела вот это уже будут планы на вязание феврале февральские будут шапки буду вязать и конечно же буду делиться с вами впечатлениями с вами об этой пряжи но первое впечатление очень даже приятное может быть даже и и поприятнее чем мирина я пока не вязала боюсь говорить то что берегенос от ализа я очень люблю вот тут совсем другая палитра во первых она гораздо шире чем мирин роял что большой плюс и там цвета совершенно другие вот поэтому обратите внимание если что-то такое ищите ну в общем то все значит это пока что можно убрать пока еще не решила значит у меня получается на текущий момент шапочка до которой они продвинулись просто потому что я с этим джемпером тут страдала по-другому не скажешь реально страдала боже как это сделает да что ж такое поэтому шапка пока не движется сейчас я буду раскладывать я забуду наводить порядке раскладывать свои там клубочки процессы по местам и это уже конечно буду делать за кадром но вообще планы на вязание на сегодня да мне надо связать горловину полностью ну это часик полтора работы значит связать горловину полностью чтобы завтра я села и прям уже снимала росток реглан расчеты вот это все я думаю что завтра с этим справлюсь и в принципе по идее завтра буду взять уже сам реглан да прям усиленно и в оставшееся время я думаю что время мне останется я буду взять подушечку потому что вот по чуть-чуть я ее таким образом наверное как раз таки к выходным и довяжу ну в общем то такие планы а как она по итогу получится а что это за леска тут лежит и чего она тут лежит даже не знаю как она по итогу получится мы узнаем с вами завтра в следующем подключении так что до новых встреч всем доброе утро сегодня у нас суббота визуальный влог мог бы получиться гораздо больше и интереснее потому что я планировала включение с собой в кадре я даже место вроде как присмотрела и вообще как-то вдохновилась и думаю вот ящик вставочки какие-нибудь поделаю да может быть посмотрю вообще моем канале это будет заходить или нет или на моем канале я должна обязательно вязать килограммами у меня запрел максим я вот честно говорю что я вот только встала так чисто знаете как этот сквозня прошла с по всем трамком этом чуть-чуть прибиралась ну пока он вроде себя нормально чувствует потому что мы всю ночь температура или вчера я тоже такой себе денек был я вязала несмотря на это пока себя нормально чувствует думаю дай-ка я быстренько подключусь потому что кто его знает как будет дальше до выходные же впереди как бы и сильно никуда не денешься расскажу о своих продвижениях и буду потихоньку монтировать а оси сегодня и выпущу вот поэтому ну будет такое вот визуальный блог привычный для моего канала в последнее время да где постоянно руки в кадре на столе зато у меня свежий маникюр так давайте расскажу вам о своих продвижениях я честно скажу что я без понятия что рассказывала в последнем подключении потому что я просто еще не ремонтировала предыдущую нарезка обычная все монтирую потом заключительную часть снимаю но так гораздо удобнее ну вот у меня просто сейчас нету и переживаю что если не часто вообще никак значит у меня давайте с того очень что у меня в голове до вчерашнего подъема температура у макса высокой именно температуры да снова начал мулькать бордовый джемпер я все-таки думаю что я хочу его закончить не потому что какие-то принципы в этот раз больше просто желание наконец-то полностью разобраться то есть я не хочу не могу себе позволить сейчас много времени сил и всего на свете потравить на создание вот этих схем и мастер-класса но я очень хочу его закончить он меня уже достал в том плане что я устала его показывать в разобранном виде практически на том же месте да то есть хочется готовую работу получить и даже если она в шкафу повисит до весны ничего страшного просто я хочу уже его закончить больше с ним не не работать начинать спокойно плечевые новые изделия опять же на такой момент когда мне это раньше мешало да вот начать целую кучу плечевых процессов когда-то такого не мешало не было такого никогда значит что-то в голове все-таки поменялось да что я хочу сначала вот закончить одно потом начать второе потому что до того момента как я начала сейчас вот свитер на заказ у меня другой было одно большое плечевое изделие и вот я все вот его закончу это следующая начну и вот я бы уже другое начало но как-то короче так но сейчас уже конечно я ничего не закончу максим пока не выздоровеет не пойдет обратно детский сад ничего не будет поэтому будем вязать то что есть и будем вязать конечно же те процессы которые не надо снимать и счастье у меня сейчас такого добра хватает единственное что все равно конечно же все вот эти болезни детей они меняют немножко планы поэтому я думала что все таки что нас пронесется температура мы покажем немножко и пройдет как обычно потому что на самом деле максим ну не так часто болеет как другие дети допустим да вот у меня у знакомых данила болел еще меньше большому моему счастью то есть но ужаловаться конечно грех и я честно была уверена что сегодня у меня будет свободный выходной день как это бывает обычно да по субботам я сяду за съемки мастер-класса по свитеру и хорошо его продвину потому что там сама основная часть снимается вот в моменте пока не начинаешь усиленно вязать реглан да вот но поскольку максим дома естественно я ничего не смогу снять и поэтому у меня горловина в свитере на заказ довязывая до момента когда нужно уже переходить на увязывание ростка и ну или главный собственно самого вот здесь у меня спицы оди четверка их нашла кстати к потому что я говорила по моему в предыдущих каких-то видео что наверно с полгода если не больше в наборе в чехле отсутствовала пара спицы я без понятия было где она она оказалась в коробке с пряжей почему-то спицы вместе с леской вот короче горловинка она готова все вот такой высоты и будет да то что мне надо без отворота такая может быть может быть если вдруг но я конечно снимаю что я прям сейчас все закончу что я запланировала на эти выходные если вдруг получится что я все закончу я тогда просто начну еще серый свитер давайте я кстати покажу свою коробочку и ну отчасти похвастаюсь на самом деле сегодня конечно уже какое число 20 но тут очень все неплохо с учетом того что два процесса я озвучивала в планах детский джемпер и свитер с ранами как процессы которые я хочу начать только в январе потому что ну ясно что я физически просто не могу так много вязать и так в этом месяце я прям в ударе значит у меня остались носки которые чисто вот но по вечерам погонять и я говорила что не факт а так по сути дела только вот свитер еще мужской не начать я заказывал на него кстати приложена в албересе но я ее не забыла зажала бабла нам получилось гораздо дешевле за упаковку но это все равно сумма это все равно получилось больше чем стоимость двух лотков в местном магазине и я зажала денег то есть сейчас меня уже так не работает как работала раньше до тепло скидка 5 процентов или там набери до 100 рублей белорусских получи там бесплатную доставку и ради трех рублей набираешь еще на 50 вот больше так не работает к счастью но в этом случае вот уже последнее время на и я не забрала упаковку хоть на коми доехала упаковка стоила 35 что ли белорусских рублей то есть это по по 7 рублей до за моточек но я думаю что по 9 будет в магазине то есть да я переплачу но мне зачем это упаковку по сути дела еще 3 мотка у меня потом просто будут лежать а я хочу вывязывать запасы пряжи и у меня не то чтобы цель у меня просто реально желание такое появилось вот поэтому может быть даже просто на выходных ну или не на выходных может быть то начну еще один свитер и у меня как бы по планам будет только закончить все что у меня в процессе и теперь у меня есть вот такая вторая коробочка здесь все на свете лежит и именно с этой корзинка я сегодня буду путешествовать по квартире и в зависимости от того как чувствует себя максим что-то вязать или не вязать значит у меня здесь практически готовая подушечка которая у меня на заказ я все все к ней связала еще в будние дни у максим и вчера тоже уже не ходил тески саду то есть я уже что-то заподозрила и не повела вот я кстати сделала записи по подушечке вот и в принципе да это уже если вдруг еще придется вязать то я уже знаю что там делать значит у меня не хватает только носа а мы заказчице списались и по глазкам у него спрашивала да потому что у меня был же комплект вот этот с красивыми глазками там золотистые были только одни которые мы на прошлого ставили вот она выбрала серебристые то есть мне нужно установить глазки и связать еще нос вот его еще нет но у меня вот смотрите какая интересная песенка значит я вязала вот так что ж такое подушечку закончила и сразу начала ее собирать по краям да оформлять вот этот бортик скажем так и я наверное установлю глазки наполню и закрою да то есть вот пришиваю закрою а уже носик буду по факту делать потому что а вдруг здесь мне хватит там совсем небольшое количество мне так нравится когда именно клубочков даже вот маленькие когда остатки минимальное количество поэтому я старейся так и сделаю сначала закрою до приключил пособираю попрячь кончики а потом уже буду на связать там немного работы там больше работы именно по вышивке самого носика до чем по универсальные уши слушайте и собачка и лисичка кто тут еще обычно подкашляет не хорошо это значит уши готовы рога готовы такая милота не могу дорогая ввязываю прям в процессе вот когда собираю переднюю заднюю стенку подушечки я еще туда рога включаю процесс и вот четыре лапки вот эти сюда и так мы почти в кадр даже входим этот специально оставила кончики на ушах подлиннее чтобы можно было сразу уши пришить на лобках не оставила вот но мы почти влезли в кадр вот так то есть по сути дела здесь осталось только собрать вот это будет готова работа в этом месяце мне много готова работ я от этого заряжаюсь да это мне тут крупных но все равно мне на начало года это было очень нужно вот и если все будет хорошо то я думаю что я сегодня не соберу но если не сегодня значит завтра то есть как бы нет проблемы блок выходного дня буду ли снимать пока еще не знаю честно я просто не понимаю взять что-то буду вот как получится так я просто вчера же здесь не план я довязала розовую шапочку точно с такой же макушкой а какая хорошенькая класс мне нравится и кстати пока что мой план о том чтобы спрятать прятать кончики сразу он пока что работает то есть я прямо вот стену макушку и тут же села прятать кончики и я ее сделала короче чем красную на 8 рядов и у меня по итогу хватило ровненько два мотка еще там какой-то малюсенький процесс пошел малюсенький вот такой клубочек остался но он конечно же никуда пойдет на бросовую нить вот вот такая шипулька готова хоть я и говорила в начале недели что она не приоритете но я ее довязывал получается в четверг вечером когда уже максу было не очень хорошо и это такой был единственный процесс который там не надо кучу всего да или там что-то думать считать вот сиди движи вот эта шапка будет в наличии но уже на следующей неделе я там буду что-то придумывать какие-то буду фотографировать короче как только ребенок выстрелит вот классно мне нравится но не знаю будет ли мне такой цвет я сейчас похожа немножко на это эти что проснулась переоделась и да и скорее снимать видео от патриотка youtube а так ну и поскольку шапка закончена время есть здравствуй следующая шапка это уже последняя шапка из планов нарезание в этом месяце опять же все шапки я говорила да а что она типа если успею вот пока что успеваю не успевает другое значит это уже будет резинкой один на один но и тут я тоже неплохо продвинуть я начала я получается позавчера и вот вчера и и ковыряла не только ее час еще один процесс покажу так тут как-то уже близкая к убавкам наверное здесь рядов под 55 то есть еще рядов 20 я буду делать убавки еще не определилась какие конкретно потому что у меня есть еще два варианта которые я бы хотела попробовать на вот этом виде резинки но тут еще и клубочек довольно большой но я думаю что шапку я закончусь выходные вот тут пушок надо быть потихонечку поснимать все это лишнее вот меринорол конечно мне нравится палитру бы его немножко расширить что-то они вот вот главного лучше классная палитра правда вообще богатейшая почему с этим так не сделать все я бы там уже была счастлива ну в общем вот такой процесс и последний процесс который мне двигался вчера и которой я в первую очередь скажем так и села его двигаться кота мне нужно получить результат убедиться что у меня все устраивает и начинать тест я не покажу вам узор вы должны меня понять и простить я вам покажу просто что продвижение есть значит с другой стороны лицевая странами то есть верхние а значит я не помню рассказывала ли я история начала мысок связала его и приступила к вывязыванию узора который тоже мне очень давно лежал за граммах этот не лежал за граммах этот немножко модифицированный этот я прямо была уверена что у нас как он будет смотреться шикарно но когда его начал увязывать поняла что просто такая каша такая муть и даже успела под расстроиться но я решила нет есть цель да я тут же распустила и просто на следующий день я решила что я поищу что-то у меня есть да какие еще есть мысли и начала вот этот узор который сейчас там в процессе я его немножко подкрутила добавила убавила что-то убрала короче сделала так как я вижу прям в процессе вязания да я художники так вижу и мне очень понравилось что получается поэтому значит у меня есть одна задача на эти выходные в обязательном порядке довязать носок хотя бы один постирать его и сделать в понедельник очень хочу в понедельник вообще конечно хотелось бы завтра но уже точно не успеем если максим дома то не бы не бывать этому сделать пост в инстаграм о наборе тестовой группы хочу взять еще четыре человека у меня уже шесть тестеров есть это люди которые со мной регулярно да есть те которые прям почти все носки наверное тестили ему или может быть даже все я напомню что у меня есть описание носочки текстовые их можно приобрести на бусте или их можно приобрести написав мне на электронную почту или в инстаграме я вам вставляю вот здесь фотографии тех носочков которые у меня есть это герда сокс спринт сокс тесла сокс баре сокс и крисмас сокс по моему 5 пар у меня на текущий момент именно сделанных описаний или я кого-то забыла или не забыла вот и в этом году я хочу ударить по носкам вообще есть цель есть не цели есть желание выпускать по описанию на каждый месяц и есть масса идей но они пока все в голове да то есть может быть на деле получится такая гадость этого мы не можем знать заранее я буду стараться да то есть я хочу как минимум восемь описание в этом году выпустить носочков мне кажется такая вещь которую вообще можно вязать даже летом да мелкая работа красивая приятная не у всех есть время на большие крупные плечевые изделия и это всегда актуально то зима холодно то отопление включили холодно то отопление выключили холодно летом тоже всякое бывает да наверное не знаю по крайней мере у меня дата допустим заболел хочется носки напяли на ноги вот поэтому носки я же говорила да что в этом году я нацелена на заработок денег в полной мере я хочу очень хочу очень хочу кое-что себе купить прямо горит в одном месте вот даже если у меня не получится все равно хочу уже то хорошо зарабатывать чтобы жизни моя стала чуть-чуть стабильнее вот у меня сгорело к чертям забачим все здоровье нервная система и я просто же себе не могу позволить по-другому вот поэтому носки мы я в понедельник выложу просто в начале теста но с девочками мы начнем чуть раньше да то есть кто присоединиться тому нужно будет немножечко ускориться потому что выход описание планируется на где-то первое второе число февраля да вот и соответственно к этому времени все должны быть готовы вот поэтому кто будет в тесте там нужно будет понимание есть у вас только свободное время или нет носком я очень довольна просто щедро реально мне очень нравится вот и еще я в носке буду использовать свою пятку которую я которую я лично придумала я могу это смело сказать и я хочу этой пятки дать название знаете чтобы нас как будто заверосилась сказать что-то пятком алина но как-то это странно звучит да как будто в этом кто-то зонтик потерял на улице через он то алина со второго подъезда не так не хочу хочу какое-то слово да чтобы в этом и ассоциировалась с вязанием хотя бы чуть-чуть и чтобы это было понятно чтобы потом когда она присохла к этой пятки чтобы это было понятно пятка там пятка зонт а почему бы и нет вот хорошей вот поэтому есть такая такая мысль да прицепить к этой пятки какое-то название потому что она вот ну безымянная она моя да но у нее нет названия собственного вот и будет эта пятка в этом носке потому что я хочу продвигать эту пятку в массы она классная я вообще других пяток теперь и не хочу привязание вот именно от мыска а для меня это на текущий момент самый оптимальный способ вязание носков потому что ты полностью регулируешь расход пряжи да это очень удобно вот и это пятка она самая-самая классно садится на все ноги я уже и максу такую начало вязать хотя раньше взяла только бумеранг короче на всех и на мужские и на детские на женские вообще изумительно вот и я хочу ее двигать 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 пока вот прям все не свяжут эту пятку я буду отрукать много разговоров ничего не показываю но я думаю что вы понимаете причину так это у меня супер вошком фортсокс беленький меня вчера так прямо отпустила когда я поняла что мне нравится что получается я уже девчонкам там поскидывала кому было важно видеть узоры чтобы выбрать пряжу именно тестером да у нас уже будут точно светло-голубые носки ну вот мой случай я короче у меня есть еще в запасах я хочу кстати на следующий видео снять видео вообще хочу в этом году даже на феврале сделаю себе такой план и сниму видео о запасах пряжи как вам такая идея кстати комментарии открыты заходите всем привет рассказывать о том что нибудь да что вяжите что купили еще подарили вам надо кстати дачу подарили на новый год вам именно из вязания потому что мне вообще интересно меня в этом году дед на рост не пришел но это так снова и что я хотела сказать я хочу снять видео запасах пряжи у меня было очень много загрузок в институт на этот счет и я такая думала реально я давно не снимала мне самое интересное что у меня осталось после вот этой большой зачистки когда очень много продавала так когда вот ну была необходимость такая я реально не понимаю то есть я помню что у меня было но я не помню что у меня осталось я могу видеть судить только потому что у меня на полках лежит открытом доступе в контейнер я без понятия и я бы сама перебывала с удовольствием и навела бы там порядке и наверное февраля это сделаю сделаю это как типа на выходные дни как уборку запланирую будут в процессе снимать видосы и я хочу отдельным видео сделать видео запасах носочной пряжи у меня там есть запасах пряжа бобинная носочная бордового цвета и вот мне интересно это будет смотреться мне кажется что нет но метр любопытно я еще подумаю буду или нет вязать вот значит планы на выходные носок обязательно ну шапку грех не закончить ну и конечно же подушечку было бы неплохо закончить и тогда на оставшиеся дни надеюсь что максим будет поправку очень быстро он кстати довольно молодец в этом плане мы зачастую даже без особых лекарств обходимся даже если с температурой то есть чисто там обильное питье теплые носочки жарелки вот эти все погладить по щучкаться побудькаться обычно срабатывает будем надеяться что в этот раз тоже сработает и тогда у меня если я вот за выходные закрываю шапку подушку и носки да и у меня останется получается два свитера и что и начать два процесса это я могу все очень даже не плохо мы идем даже если этого не случится я уже знаю что я не расстроюсь вот и уже можно прописывать плавно навязанием следующий мест потихоньку начинать потому что есть вещи которые обязательно будут начинать есть вещи которые конечно же перейдут из января февраль тут без сомнений вот и пряжу уже можно потихоньку понимать да что у нас там есть радичи чего нету и февраль я уж это плотно забивать не буду на потому что феврале я хочу сделать зазорные заказы у меня там наклёвывается заказ пока еще мы не определились изделием но это будет очень интересный заказ если он случится на такой прям даже даже слова не могу подобрать очень яркий вот пока что то что я могу точно сказать что не знаю что в итоге выберем вот на этом у меня все огромное спасибо вам за ваши просмотры не болеете берите свое здоровье столько вирусов каких-то непонятных кушайте фрукты апельсинчики пока сезон да что там еще пейте витаминки обязательно не жалейте денежек на себя и на свое здоровье вот потому что потом за какие ковришки его не купишь будьте счастливы обязательно улыбайтесь улыбайтесь и много спите и много вяжите приходите ко мне на влоговый канал приходите ко мне в инстаграм я там все будни и дни по возможности виду stories да если все хорошо дома дата я довольно там активно телеграм-канал я там оставляю ссылки на артикулы на в адрес сейчас вот глазки оставляла сейчас хочу на игру закинуть вчера пообещала еще не закинула то есть двух каналов все ссылки будут там потом что-то пусть и пусть и обязательно пусть и базовая подписка 200 рублей в месяц доступ ко всем видео мастер-классом именно видео мастер-классом да которые уже вышли которые еще будут выходить это будет для меня очень большая поддержка вот поэтому всем кто оформляет эти подписки продлевает их независимо от того что я там в прошлом году было очень нерегулярно вам просто низкий поклон огромнейшее спасибо это очень 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 меня поддерживает и и вселяет и веру в то что все реально вот все всех поздравляю с прошедшими праздниками да с крещением всем здоровья большого благополучия денежек вам побольше достатка чтобы ну чтобы все было это же очень важно и увидимся я надеюсь что я не заболею увидимся надеюсь понедельник во блоге выходного дня посмотрим как может быть он будет но будет очень маленький допустим какой-нибудь посмотрим вот так что все до новых встреч всем пока пока